Усе супрацовники с Дюшар первичной организации Гомельского вагона-будовнического завода напередать неуважливо сочили за олимпийскими споборнствами по борозьбе. На диван выходила выхованка спортшколы Марея Мамашук. И оправдала все надеи, поднявшись на пиды стал гонору. Дарыши свой олимпийский выбор Марея зарабила на корысть с Дюшар, где рабила первые кроки в спорте. Так что президентский спортивный клуб пераличит 10 тысяч рублей до помощи на рахунок спортшколы. Гэты сродки накируют на умасывание материально-техничной базы. Будем как-то обсуждать это на тренерском совете, присутствие ее тренера, первого Бабея Петропавловича, нашего заслуженного тренера отделения. Ну и потом решать быстрее всего, что в преддверии начала учебного года это будет что-то связано с приобретениями. На шляху до финала своей первой у жития олимпиады Марея спочатку перемогла Катярыну Лареона от Казахстана. Потом шведку Катарину Йоханссон и американку Алену Пирожкову. А вось уголовной схватцы аргументов супраць японки Рысаки Кавая белоруска не знайшла. Это поражение первое для мамашуку в 2016 году, не особливо крыльное. Тем больше, когда у тебя характер чемпиона и ехал на гуль не только за золотом. Первый тренер Марея Петр Бабей каже, что сразу зауважил у ее эту якость. Да и сама Дзялченко уже на початку своих занятков боротьбой ставила перед собой самые высокие меты. И на первую у своем жития олимпиаду она ехала выключно за золотом. И, мабыц, тому на пьедыстале у Рыя она была такой сумной. Трудолюбие. Первое, что я у нее определил талант, трудолюбие и цель у нее. Она тогда мне сказала, что я буду иметь за олимпийскую медаль, если будет чемпионом олимпийский кир. Я говорю, Машенька, все будет. Головный болельщик Мареи, мать Валентина Ивановна, так само подтвердила, что дачка ехала у Рыя только за медалем высшейшей спробы. Мать из початку не зауважала за дачкой таких чемпионских задатков. Нават была супрать, каб дачка займалася боротьбой. Нежаночих это вид спорту. Але пасля размовы с тренером дала дозвол. И не прогадала. За свою спортивную карьеру Марея завоевала медалеву дипломов стольки, что тяжко підлечить. Восе олимпийская узнагорода. Спадяемся, что не опошняя. Это зараз радость. Виншаванне на праце, шматликие телефонные звонки и увага сбоку журналистов. До этого были хвалявания за дачку. Пакуль Марея летела до Рыя, потом, кальяна, выходила на диван. Мы все собрались, правда, в деревне на даче с подругами и смотрели. Все волновались, все плакали. Плакали все, все. Первая схватка плачет, звонит. Директор мне позвонил. Тоже поволновался, переживал. Валентина говорит, вторую выиграла. Я сначала не посмотрела, а потом третью схватку посмотрела. Ой, и сама тоже вместе с ними платки побрали, ревели, конечно. Очень переживали за нее. Погода рыть с Мареей у Валентины Ивановны пакуль не отрымалась. Мать с дачкой только обмениваются смс-поведомлениями. Наговораться, яны заутра, каля Марея прилететь с Бразилии. После олимпийских выпробований у сребранная призерка планую грунтовно отпадшить. Не отпадшивать, она будет дома. Олимпийский медаль Марея Мамашук стал першим у истории белорусской жанночей бородьбы. Ихай он пакуль не самой высокой вартысти. Усе ровно гэта сурьезная досягнення. А золото ясше напереде. Но гэта вера ци сама Марея и ея трэнеры. И спадзяемся усе белорусские болельщики.